Конкурс профессийного майстерства сиротповара у Гомельского городского комбината школьного харчевания ладится раз в два годы. Сюлятая он объединял пять команд от каждого района Гомеля в першиню сборную молодых специалистов. При этом лепших майстров кулинарные справы вызначали не только сирот работников школьных столовых. У профессийного поединка так же сошлись повары двух ресторанов. Профессия повара, наверное, традиционно кажется, что она очень скучная и однообразная. И мы своим конкурсом хотим доказать, что на самом деле это искусство. Искусство, так же, как и музыка, как и стихи, наверное, искусство готовится, это тоже мастерство. На конкурсных столах салаты, мясные выробы и навод суши. Не забыли и про любимые присмаки детей – булочки, перчевы и пирожные. Гомельский городский комбинат школьного харчевания обслуговывает 94 установа эдукации. Профессийное споборнество дозволя работникам столовых продемонстровать широк абсолютно новых, креативных и обовязково корыстных страв, которые могут быть уведены в школьный рацион. Например, вот творог, розочки из творога, печенье, котлеты, крабик. Туда вот входят крабовые палочки или мясо, свинина. Панируется котлета, обжаривается, доводится в жарочном шкафу. Оно и вкусно, и полезно детям. Презентация страв команды «Дельность» оценивалась по нескольких критериях. Это захование технологии, приготовление санитарных норм и правилов, наявность технологичной карты, смаковые якости, оригинальность оформления и подачи блюд. Оценки конкурсанта выставляла профессийная жура и незалежные эксперты, извлеку наученцев гомельских школ. Пол дарившийся родоголовных пропанул подлетка, упрыхожий внешний выгляд страв им хотелось оббашить и у своих школьных столовых. Из-за того, что маленькое количество времени, нужно очень много чего накрыть, много классов не успевают как-то красиво оформить и так далее. А от этого даже вкус, мне кажется, улучшится. Да, было бы очень даже неплохо, даже если бы ту гречку с каким-то мясом и салатиком оформили как-то красивенько. Все же было бы приятнее. Обычно бы травку наверх положили, казалось бы, много гармоничнее, чем есть. По выниках с поборництва на третий месяц оказалась и команда центрального района, на другим – джигуночного. На первую пероможную приступку пьедыстала взнялась и команда повара у Новобелецкого района, которая поделилась с нами сокретом своего кулинарного поспеха. Прежде чем что-то приготовить, продумать стол, мы с коллегами советовались и решили, что все-таки самое важное – это здоровье, это детское питание, чтобы оно было здоровым, сбалансированным, удобным, красивым, чтобы детям нравилось. Мы за это, поэтому мы выбрали такую яркую цветовую детскую тематику, преподнесли ее нашим судьям, понравилось, удалось, мы довольны. После закончения конкурса все присутные смогли попробовать приготовленные стравы.